Наш телеканал продолжает рассказывать о мероприятиях, которые прошли в рамках празднования Всемирного Дня Православной Молодёжи. В Санкт-Петербурге одним из ярких событий стала беседа о семье. Подробности в следующем материале. Празднование Всемирного Дня Православной Молодёжи в Санкт-Петербурге началось с Божественной Литургии в Фёдоровском Соборе, после которой молодые люди проследовали крестным ходом до стен Александра Невской Лавры. Здесь их ждала насыщенная программа, ключевым событием которой стала лекция беседа о христианской семье. Почему была выбрана именно такая тема, рассказывает председатель отдела по делам молодёжи Санкт-Петербургской епархии протеерей Константин Головацкий. Мы хотим, чтобы всё-таки и так получается, что лекция тематическая, связанная как-то с созданием семьи, семейными ценностями. В данном случае эта тема сопоставляется с вызовами современного мира, теми проблемами, которые у молодёжи возникают. И так в доступной форме доносится. Всегда эти лекции вызывают большой интерес у молодёжи. Всегда здесь шашлятан шла. В этом году такую непростую тему, вызовы стоящей перед семьёй сегодня, согласился осветить достаточно интересный человек, опытный священник. Архимандрит Исидор Минаев, настоятель храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. В прошлом – руководитель русской духовной миссии в Иерусалиме. Ему удалось захватить внимание молодёжной аудитории в 350 человек рассуждениями о духовной трезвости, информационной разборчивости, некоторых аспектах духовной жизни. В итоге у слушателей остались только самые светлые впечатления. Архимандрит Исидор, он умнейший человек. Я его во второй раз уже вижу впервые на форуме «Уроки апостолов». И тогда он поразил меня своими знаниями, духовным опытом и его способностью подбирать нужные слова. Я услышала вещи, которые так, конечно, понимал в каком-то роде, так скажем, но в то же время я услышала вещи, которые, возможно, не были так естественны, то есть какое-то другое, что-то новое. Впечатления оказались взаимными. На вопрос о своих ощущениях, кого он увидел пред собой, понравились ли ему люди, с которыми почти два часа проходила встреча, Архимандрит Исидор искренне ответил. Во-первых, меня порадовала многочисленность аудитории. Называя театральным языком, просто аншлаг, и все люди приходят, приходят. Во-вторых, видно, что люди осознанные, то есть вот такие петливые глаза, вопросуют, что такие правильные и точные задаются. По итогам встречи можно сказать, что та дружественная и теплая атмосфера, правильные вопросы и мудрые советы надолго запомнятся участникам. Продолжение следует...